Бескомпромиссная борьба во время матча и споры с арбитром после окончания игры. Соборную площадь на пару часов отдали в распоряжение баскетболистов, которые предпочитают уличную версию – стритбол. Когда он начинал разворачиваться, вы поставили локоть под него. Из-за этого он не смог нормально взвернуться. Согласен, ударил вам по лицу. Сначала у вас блокировка была, правильно? Кому я должен фоллсвис? 12 команд, разделенных на высшую и первую лигу. Это турнир в рамках спартакиады предприятий и организации «Ульяновска». Среди участников в основном любители. Но есть и свои бриллианты. Например, Венера Карпеева – одна из самых знаменитых воспитанниц классического ульяновского баскетбола. Ныне – диспетчер Ульгес. Ну, здесь больше мышления, мне кажется. Здесь больше контакта с напарником. Контакт есть, игра есть. Все. Простой баскетбол. Баскетбол в формате 3 на 3 – очередной вид спартакиады. Ранее заводчане состязались в том числе в лыжах, мини-футболе, участвовали в областной эстафете. Лидер общего зачета – команда Ульяновского механического завода. Действующий чемпион спартакиады. Секрет успеха я дома в коллективе, в поддержке коллектива, в команде. То, что у нас при сборе на соревнованиях организация нам дает право потренироваться, дает нам все условия. Мы с честью стараемся их оправдать. Турнир в формате нон-стоп. В высшей лиге соперники проводят по 4 игры. Практически одну за другой. На жарком майском солнце задача не самая простая. Лучше других со всеми трудностями справляется сборная «Авиастара». На площадке команда непобедима. Натиска чемпионов не выдерживает даже коллектив ОМЗ. Это было очень сильно принципиально. То есть мы к этому шли, стремились, думали об этом, чтобы выиграть механический завод. Самая серьезная цель для нас сегодня была – это они. Несмотря на победу в баскетбольном турнире, сборная «Авиастара» не удалось сместить сборную «Механического» с первого места в общем зачете. Но отставание сократилось всего до одного очка. При этом руководители предприятий не смотрят турнирную таблицу. Очки, голые секунды – не самое главное в спартакиаде, считают боссы. Самое главное – это дает возможность людям полноценно отдыхать. Потому что спорт – это не только труд, это и прекрасный отдых. В следующий раз участники спартакиады предприятий и организации «Ульяновска» будут отдыхать на стадионе «Труд». 3 июня там пройдут легкоатлетические эстафеты. Михаил Сашанский, Управда ТВ.